Металлоконструкция Одним из наиболее распространенных способов соединения элементов металлоконструкций является дуговая сварка. С помощью электрической дуги расплавляются кромки свариваемых заготовок и металл электрода. Расплавленный металл заполняет зазор между заготовками. После затвердевания сварочной ванны образуется прочный сварной шов. Короткое замыкание электрода на заготовку вызывает разогрев торца электрода. Электроды, вырываясь с раскаленного торца электрода, расщепляют атомы газов и паров металла на ионы и электроны. В ионизированном пространстве между электродом и заготовкой возникает дуговой разряд. Но в атмосфере воздуха горение дуги неустойчиво. Для повышения устойчивости дуги в покрытие электрода вводят легко ионизируемые элементы. Обратите внимание, свечение дуги стало более ярким и равномерным. Для дуговой сварки характерен капельный перенос расплавленного металла электрода в сварочную ванну. Этот процесс зафиксирован с помощью замедленной киносъемки через специальный фильтр. Частота переноса составляет несколько десятков капель в секунду. Электрические свойства дуги графически выражаются вольт-амперной характеристикой. Участок с постоянным напряжением дуги используется наиболее часто. Для дуги на этом участке применяют источники сварочного тока, имеющие падающую внешнюю вольт-амперную характеристику. При этом облегчается зажигание дуги. За счет повышенного напряжения холостого хода обеспечивается стабильный рабочий режим сварки и ограничивается ток короткого замыкания. При сварке открытой незащищенной дугой капли металла окисляются и насыщаются азотом и водородом. В результате в шве образуются поры и снижается его прочность. Для получения качественных швов применяют электроды со специальным покрытием. При ручной дуговой сварке газы и шлак, образующиеся при разложении и плавлении покрытия электрода, защищают дугу и сварочную ванну от воздействия атмосферы воздуха. Такая защита обеспечивает получение плотного шва, близкого по механическим свойствам к свариваемому металлу. При автоматической дуговой сварке под флюсом дуга и сварочная ванна защищены слоем жидкого шлака. При сварке в среде защитных газов дуга и сварочная ванна изолированы от атмосферы воздуха аргоном или углекислым газом. При попадании в сварочную ванну кислорода происходит окисление углерода с образованием газообразной окиси. В результате в металле шва появляются поры. Для восстановления окислов железа в сварочную ванну через расплавленный шлак вводят элементы раскислители марганец и кремний. Продукты раскисления всплывают в шлак и частично остаются в шве в виде мелких неметаллических включений. Кристаллизация сварного шва начинается на участке неполного расплавления основного металла. Нагрев заготовки в зоне термического влияния приводит к росту зерна на участке перегрева и структурным превращением на участках нормализации. Неполной перекристаллизации и рекристаллизации. Наличие ритой структуры в шве и изменение структуры металла в зоне термического влияния часто приводит к снижению механических свойств сварного соединения. Пластические свойства и твердость низкоуглеродистой стали в зоне термического влияния изменяются незначительно. При сварке среднеуглеродистых и большинства легированных сталей ускоренное охлаждение металла зоны термического влияния приводит к образованию в этой зоне закалочных структур с повышенной твердостью и низкой пластичностью. Жестко закрепленная пластина при нагреве до высокой температуры претерпевает пластическую деформацию сжатия. При последующем охлаждении это приводит к возникновению напряжений растяжения. При сварке стали склонных к закалке сварочное напряжение приводит к образованию трещин в зоне термического влияния и в сварном шве. Для предупреждения образования трещин такие стали сваривают с подогревом. Замедление охлаждения исключает закалку и охрупчивание зоны термического влияния. Ручная сварка штучными электродами применяется при выполнении коротких и криволинейных швов, свариваемых в любом пространственном положении, а также при выполнении швов в труднодоступных местах. При выполнении длинных прямолинейных и кольцевых швов применяется автоматическая сварка под флюсом. Перед сваркой стальных листов толщиной более 10 миллиметров производится разделка кромок путем строжки или фрезерования. Стальные листы соединяют, приваривая к их торцам технологические планки. Во избежание вытекания расплавленного металла в зазор, сварка производится на флюсовой подушке. Автоматическая сварка под флюсом выполняется в нижнем положении. Подача флюса и сварочной проволоки, возбуждение и перемещение дуги осуществляются автоматически. Перед наложением последующих швов удаляется корка затвердевшего шлака. Накладывается второй шов. При автоматической сварке под флюсом получают гладкий, ровный шов. В корне шва могут остаться подтеки, непровары. В ответственных конструкциях корень шва выплавляют с помощью воздушно-дуговой резки и затем тщательно зачищают абразивным кругом. Накладывается внутренний шов. Внутренний и наружный швы перекрывают друг друга. Цилиндрические сосуды изготавливают из отдельных обечаек. Формовка сваренных стальных листов в обечайку производится на гибочных вальцах. Продольный шов, замыкающий обечайку, заваривают автоматом. Сварку обечаек друг с другом производят на роликовом стенде. Кольцевые швы выполняются автоматической сваркой под флюсом. При этом вращается изделие, а сварочная головка остается неподвижной. После наложения наружной части шва удаляют и зачищают корень шва. Внутрь обечаек вводится консоль со сварочной головкой и производится сварка внутренней части шва. Во многих сварных конструкциях отдельные узлы выполняют из литых или кованых заготовок. Так литой корпус задвижки из нержавеющей стали сваривают с коваными переходными патрубками из низкоррегированной стали и горловиной. Перед сваркой все детали соединяются в замок. Внутренняя поверхность и торцы горловины и патрубков блокированы слоем нержавеющей стали. Сварка производится с подогревом зоны сварки до 120-150 градусов. При сварке деталей толщиной 130 миллиметров в шов укладывается около ста слоев. Перед заваркой каждого нового слоя производится очистка шва от шлака. Сварка одного такого многослойного шва продолжается сутки. Непосредственно после сварки для снятия внутренних сварочных напряжений производится термическая обработка. Высокий отпуск в элеваторной печи. Корпуса задвижек меньшего размера изготавливаются из штампованных заготовок. Сварка корпусов производится на автоматизированных сварочных установках. На щитке управления задается режим сварки. Из бункера автоматически подается флюс. А из кассеты автоматически подается сварочная проволока. Сварка корпуса речного слоя производится на автоматизированных заготовок. Сварку конструкции из углеродистых стали производят в углекислом газе. При коротком замыкании электрода на изделие автоматически включается подача сварочной проволоки и защитного газа в зону горения дуги. Большая плотность тока на электроде и непрерывная подача проволоки обеспечивает высокую производительность процесса. Узлы из алюминиевых сплавов сваривают в атмосфере аргона. Расплавленный алюминий реагирует с кислородом воздуха с образованием тугоплавкой пленки окися алюминия, препятствующей сплавлению заготовок при сварке. Кромки листов перед сваркой зачищают. При сварке плавящимся электродом для монтажных работ применяется переносной ранцевый полуавтомат. При сварке неплавящимся вольфрамовым электродом в сварочную ванну вводит присадочный пруток. При этом в способе практически отсутствует разбрызгивание металла. Шов имеет гладкую, ровную поверхность. При сварке титана, который начинает окисляться и поглощает водород и азот уже при нагреве выше 400 градусов, защищают не только сварочную ванну, но и охлаждающийся шов, зону термического влияния и корень шва. Ответственные конструкции из титана сваривают в специальных камерах, заполненных аргоном. При этом сварщики работают в скафандрах. Так, например, сваривались отдельные элементы статуи Гагарина, отлитые из титанового сплава. Для оценки качества сварных соединений применяют различные методы контроля. Для выявления внутренних дефектов шва применяется рентгеновский контроль. Просвечивание ведется с помощью портативной рентгеновской установки. На рентгенопленке, например, хорошо видно шлаковое включение. Для выявления скрытых дефектов применяется также ультразвуковая дефектоскопия. В простейшем случае плотность швов проверяют, смачивая шов с внутренней стороны керосином. Появление темного пятна на окрашенной меловой краской наружной поверхности указывает на наличие дефекта. Дефектный участок шва полностью вырубается. Расчищенный участок снова заваривают. Наиболее производительной из всех способов сварки автоматическая сварка под флюсом. Она применяется, как правило, для заготовок толщиной более 10 мм при сварке длинных прямолинейных и кольцевых швов в нижнем положении. Полуавтоматическая сварка в защитных газах применяется для металла толщиной 2 мм и более и успешно заменяет ручную сварку штучными электродами. Область применения ручной сварки штучными электродами ограничивается выполнением коротких и криволинейных швов, а также швов, накладываемых в труднодоступных местах. Итак, мы рассмотрели основные способы дуговой сварки, их технологические возможности и области применения. Продолжение следует... Продолжение следует...